Итак, я очень рада вас всех сегодня приветствовать. Сегодня мой дебют, скажем так. И система показывает, что к нам присоединяются люди. Я вижу уже участников. Это замечательно. Я надеюсь, что сегодня пройдет этот стрим в очень хорошем ключе. Очень здорово, что еще два человека присоединились. Замечательно. Добро пожаловать всем на наш сегодняшний стрим, или так называемую летучку, которая полностью будет посвящена подготовке к СИИ. То есть, можем ли мы самостоятельно подготовиться к СИИ или нет. Надеюсь, что меня уже видно, слышно. Вижу ваше приветствие. Замечательно. Ну что же, давайте тогда потихонечку начинать. Меня зовут Мушникова Марина, и я являюсь сертифицированным преподавателем в школе СКН уже третий год. И также методистом нашего тренингового центра для учителей. За время прохождения, за время нахождения в данной школе я действительно прошла очень много экзаменов, начиная от FCE, заканчивая Business English Certificate, и также у меня был опыт прохождения, да, СИИ. И сегодня как раз мы про него с вами поговорим. Действительно, если вы закопались в огромное количество учебных материалов и просто не знаете, с чего начать, если просто не знаете, как организовать ваше время и действительно думаете, что за три месяца невозможно подготовиться, то этот стрим сегодня только для вас. Замечательно, что вы пришли. Сегодня мы с вами разберем, какие аутентичные материалы можно использовать для подготовки к СИИ, то есть что можно почитать, что можно послушать. Мы поговорим с вами об основных таких лайфхаках, что можно сделать для того, чтобы эффективно сдать СИИ и сдать его на большой грейд. И также сегодня поговорим с вами о самом экзамене, о структуре экзамена, о самой структуре экзамена и попробуем разобраться, из чего же он все-таки состоит и каким способом можно где-то, скажем так, улучшить свои навыки. Итак, для вас я еще приготовила, кстати, парочку лайфхаков. Ну что же, давайте начинаем. Что касается основных преимуществ СИИ, скорее всего, вы уже знаете, да, об основных моментах, что основным преимуществом данного экзамена является бесспорно это неограниченное, скажем так, срок действия. Потому что в любом случае, если мы сдаем IELTS или TOEFL, то он всего лишь у нас два года. Если мы говорим про данный экзамен, то он у нас действует безграничное количество лет, скажем так. Это основной минус. Что является вообще еще одним плюсом данного экзамена, что действительно большая подготовка к этому экзамену. Считается, что IELTS в какой-то степени сложнее, чем IELTS и TOEFL. На самом деле не знаю, собираюсь сдавать еще IELTS, потом на себе проверю. И еще можно сказать, что на сайте кембриджских экзаменов можно найти огромное количество компаний, которые принимают данный экзамен. Ну а основные минусы, это, конечно же, огромная-огромная тоже подготовка, потому что вы должны будете, по крайней мере, 3-4 часа в день, от 2 до 4, да, проводить за, скажем так, за книгами, за учебными пособиями, но результаты стоят того. Что же касается структуры экзамена? На сайте кембриджских экзаменов полностью детализирована данная структура. И эта структура состоит из 4 частей. Ну это как бы типичная структура. В любом случае есть Reading and Use of English. Кстати, до 2015 года выделялись две части, отдельно Reading and Use of English. Сейчас же выделяется одна часть. И там будет 8, она состоит из 8 частей, сама эта подчасть состоит из 8 подчастей и 56 вопросов. Что же касается Listening, тоже выделяется как отдельная часть, то там 4 части. Writing две части, вам нужно будет написать эссе и еще одну из предложенных тем. Это может быть Review, Proposal или же это может быть просто формальное-неформальное письмо. И, конечно же, Speaking. Всех пугает Speaking, потому что он состоит из 4 частей, и вы должны не только поддержать монолог, но и диалогическую беседу. Но на самом деле, как оказалось, на своей школе проверено, что самым сложным было Listening. Поскольку то ли уже усталость действительно сказывалась, потому что я сдавала все эти части в один день. На данный момент, в принципе, можно сдавать в 2 дня, но у меня получилось сдавать в один день. И когда у нас дошло дело до Listening, я думала, что это действительно ерунда, я справлюсь. Но как показала практика, когда ты слушаешь дома в наушниках, пьешь кофе, это гораздо комфортнее. Но на самом деле это очень сложно, потому что отвлекают. Такие же сидят коллеги, в любом случае 10-15 человек, шум и звук не очень хороший. Поэтому готовьтесь к Listening очень тщательно. Что же касается основных моментов по бальной шкале, то здесь такая идет градация. То есть, если вы получаете ниже 160 баллов, то вы получаете просто Statement of Results. То есть, у вас не будет никакого сертификата, подтверждающего ваш уровень. Если же вы получаете от 160 до 179, то у вас будет уровень B2, но в любом случае вы не дойдете до C1. C1, скажем так, C1. Ваша цель – это набрать от 180 баллов. В любом случае, если вы наберете 180 заветных баллов, то вы уже получите Grade C, да, экзамена CE. Ну и дальше больше. Конечно же, заветная цифра – это получить от 200 баллов до 210. Это уже C1, это Grade A, это уже приравнивается к C2 уровню. Ну что сказать про сроки? Сроки тут тоже зависят от вас. Я вам очень советую не затягивать, потому что, если вы поставите себе срок 1 год, 2 года и так далее, то есть, вы будете более-менее замотивированы. То есть, у вас, вы будете перекладывать это на другой день. Я завтра сделаю, послезавтра сделаю. И так это все будет продолжаться вечность. Я решила, думаю, дай-ка я рискну. Заложила себе срок 3 месяца. Думаю, ну попробую, попытка не пытка, не получится, так не получится. Заложила себе 3 месяца, и каждый день я уделяла в районе 3, ну максимум 4 часов подготовки. То есть, у меня не было какого-то тьютера, я занималась сама самостоятельно, брала учебные материалы. И вот 3 месяца я занималась. В любом случае, ожидание, скажем, результат превзошел все мои ожидания, я получила B. Да, не получила я A, но B это тоже нормально было для меня, потому что было 3 месяца, ограниченное было количество времени. Поэтому все возможно, дерзайте, чем больше вы будете сидеть, тем дальше у вас будет мечта, скажем так, дальше будет этот результат, и дальше будет ваша мечта сдать CE или CPI. Что касается учебных пособий, давайте перейдем к ним. Первый вопрос, который возникает у человека, который решает сдать какие-либо экзамены, это какие материалы использовать. И, конечно же, различные сайты предлагают огромное количество материалов, то есть, что выбрать из такого количества, какие лучше использовать, один или несколько в любом случае. Самый первый, скажем так, учебник, который я взяла в руки, который мне помог, безусловно, наверное, на 99%, это CE Expert Advanced. Я очень вам это советую, это учебное пособие, поскольку там рассматривается не только структура самого экзамена, но рассматриваются и основные, скажем так, моменты, основные лайфхаки. Там анализируются различные письменные материалы, письменные задания, то есть, действительно, мне он помог на 99%. Очень хороший учебник, всем советую. Второй момент, это учебник, который называется Common Mistakes at CE and How to Avoid Them. Не пренебрегайте данным учебным материалом, поскольку он шел нога в ногу с первым моим учебником. Там вы сможете увидеть все подводные камни этого экзамена. В любом случае, когда вы пройдете весь этот учебным материалом, я имею в виду Common Mistakes at CE, вы увидите, на что действительно нужно обратить внимание, где действительно можно получить хорошие баллы. Третья, скажем, третья серия материалов, которая шла совместно с CE, Expert Advanced and Common Mistakes at CE, это, конечно же, всеми, наверное, любимая серия English Vocabulary in Use. Я брала English Just Collocations in Use and English Phrasal Verbs in Use. Вот эти три, скажем так, учебных материала, три книги, они вам позволят пройти Reading and Use of English действительно successfully with flying colors. Замечательные учебные материалы, которые вам очень-очень советую. То есть там можете выписывать себе и колокации, и тренировать вот эти phrasal verbs, и так далее, и тому подобное. Еще одна серия, которая действительно очень хорошая, это Improve, Improve Your Skills. Improve Your Speaking Skills, Improve Your Writing Skills. Это отдельная серия, но это чисто по отдельным навыкам. Если хотите, тоже можете добавлять. Что еще делал? Ну, конечно же, я брала Past Papers. Как же без них? В любом случае их нужно будет тоже брать, да, как дополнительный учебный материал и прорешивать, когда есть возможность. Из Past Papers есть очень отличный, который я вам рекомендую учебник, который называется Test Builder. И мой излюбленный, скажем так, самый полюбившийся больше всего, есть учебник Advanced Trainery. Вот его я вам очень советую. Там где-то порядка 80 тестов, которые вы можете прорешать с дизитальным анализом каждой части экзамена. Что же касается дополнительных материалов? Если вы хотите повысить свой, скажем так, навык чтения в качестве skimming, scanning и расширить свой лексический запас, ну, куда же без аутентичных материалов? Здесь я вам рекомендую такие материалы, как The Guardian. Вы можете скачать, кстати, application этого журнала себе на телефон. Либо слушать, либо читать. Также советую The Time Magazine и National Geographic, потому что в National Geographic как раз разбираются интересные темы по... В любом случае там разбираются интересные темы не только про природу, environment, кстати, одна из излюбленных тем на экзамене, но и также другие темы. Да, постараюсь выложить все материалы, которые... я имею в виду учебные материалы, которые я сейчас буду упоминать. И, конечно же, если про listening мы говорим, то отличное radio channel, BBC Radio 4, и есть там такие как бы подкасты In Our Time, Great Lives and TED Radio Hour Podcast тоже. Отличный материал по TED Podcast, тоже советую слушать. Ну и, конечно же, YouTube channels, Ellen DeGeneres Show, всем излюбленные, да, или Jimmy Kimmel Live Show, ну и так далее и тому подобное. То есть здесь тоже уделять большое внимание. Ну что же, переходим теперь к лайфхакам при подготовке к экзамену. То есть какие основные ступени нужно будет пройти, чтобы оказаться героем и сдать этот экзамен на действительно большой балл. Первое, что я сделала, я перешла на сайт кембриджских материалов и просмотрела всю информацию о CEE. Дальше, второе, я взяла один из прошлогодних материалов, ну один из прошлогодних тестов, желательно брать действительно там 2019-2020 год, взяла вот эти past papers и прошла один из них. То есть я не прибегала никаким материалом, то есть я не переводила что-то, не смотрела, то есть я старалась сделать так, как будто я на экзамене. Но, конечно, без таймера, потому что в первый раз с таймером будет очень сложно. По крайней мере, когда вы будете проходить эти past papers, одну из них, вы поймете, какие у вас есть проблемные места и над чем можно работать. То есть это действительно, у меня, например, хромало трансформации, и я решила, что да, нужно львиную долю посвятить трансформациям, потому что за трансформацией дают по 2 балла. В любом случае это хорошо, и это выгодно. Дальше, я подсчитала баллы за свой тест и сравнила его с бальной шкалой, ну по CEE уровню. Следующий момент, это я определилась по срокам. То есть, еще раз говорю, минимальный срок подготовки все-таки составляет 3 месяца, не менее, потому что вам нужно здесь и по коллокациям пройтись, и по фразовым глаголам, и listening, и reading, и все в кучу, чтобы у вас не было все в кучу, по крайней мере 3 месяца. Но это при том, что у вас уровень все-таки будет upper intermediate, или даже чуть-чуть повыше. Если же все-таки вы за более углубленную подготовку, то, конечно же, срок может растянуться до года. Все зависит от вас и от ваших, скажем так, возможностей, сколько по времени вы сможете уделять данному экзамену. То есть, у меня было 3 месяца на подготовку, и я не стала растягивать. Думаю, не сдам, не сдам, пересдам. Дальше я себе сделала, следующее, что я сделала, это создала себе Google документ по неделю. То есть, я прописывала, что я делаю эту неделю, следующую неделю и так далее и тому подобное. То есть, есть два пути. Некоторые делают, как я, ну, например, или я делаю, как некоторые. То есть, я делала, я старалась за неделю охватить все возможные аспекты. То есть, я брала один юнит из учебника, Expert Advanced, я брала English Vocabulary News, там несколько, грубо говоря. Страниц, да, по какой-то теме. Также слушала подкасты, читала 2-3 статьи из журналов. Ну, делала себе такой план. Другие же, в принципе, идут по другому пути. Они стараются охватить один аспект, один аспект за, скажем так, за неделю. Кстати, напоминаю тему эфира, что мы сегодня с вами готовимся к СИИ и реально ли сдать СИИ за 3 месяца. Это реально, это возможно. И вы точно это сможете сделать. Раз я смогла, то вы тоже сможете. Ну, что еще могу сказать, что, во-первых, когда вы готовитесь, то есть, в принципе, вы выбираете сами себе маршрут. Либо по неделям будете готовиться, как я готовила, все аспекты охватывать, либо по неделям брать каждый аспект. Сегодня на этой неделе я готовлюсь только к writing, на следующей неделе я готовлюсь только к reading и так далее, и так далее, и так далее. Что еще советую вам? В первый месяц ознакомьтесь, конечно, со структурой экзаменов. Очень важно, что вы должны понимать, в чем состоит вообще прелесть этого теста, какие есть в любом случае, какой формат этого экзамена, скажем так. И старайтесь за первые 3 недели, 4 максимума прорешивать, прорешивать тесты, то есть набивать руку без таймера. После 3-4 недель я стала включать себе таймер, и уже с таймером стала делать эти тесты. Не забудьте, что когда вы включаете таймер, ставьте себе, когда уже руку набьете, ставьте себе где-то на 5 минут поменьше, чтобы вы потом могли на экзамене уже действительно следить за временем, 5 минут у вас оставалось для переноса ответа в форму. Очень часто бывает нехватка времени, очень многие действительно чуть ли не рыдали на этом экзамене, что нет времени даже для переноса вопросов вот в саму форму. И за месяц до экзамена можно, в принципе, найти разные экзаменационные центры и сдать МОК-тест. Тест, действительно потрясающая вещь, я всем советую сдавать МОК-тест, и по крайней мере вы посмотрите в реальном времени, как это проходит, и как действительно он будет выглядеть по-настоящему, уже знаете, к чему готовится. Что еще хочу сказать? Мы сейчас перейдем к некоторым лайфхакам, которые я использовала при разных аспектах. Начинаем с вами с listening. Первое, что я вам могу сказать, тренируйтесь без наушников. Ну действительно, это потрясающий совет, и я вам советую это делать. Потому что, будучи в наушниках, кажется, что все очень просто, но listening мне оказался на самом низком уровне по сравнению с другими. Следующее, слушайте разные подкасты, в частности, вот я уже говорила, TED-TOKI. Используйте разные акценты. Когда вы слушаете TED-TOKI, выбирайте не только там British, American, выбирайте Chinese accent, потому что неизвестно, что вам попадется на самом экзамене. И старайтесь тоже делать такое, скажем так, многообразие жанров. Потому что на экзамене может попасть что угодно. Радиопрограмма, интервью, обычный разговор. Поэтому будьте готовы. И последний момент, не задумайтесь много над одним пунктом. Иначе просто вы можете все пропустить. То есть, когда я последний момент уже слушала, там четвертое было, скажем так, упражнение, такое ощущение, что у меня была белая пелена передо мной, и я уже ничего не слышала. Поэтому не старайтесь много думать над одним. И делайте, делайте, делайте. По крайней мере, если вы один сделаете неправильно, другие вы сделаете правильно. Что касается use of English and reading. На самом деле, мы всегда боимся, ну достаточно многие боятся этот пункт, скажем, use of English and reading. Но обычно на экзамене оказывается проще, чем мы прорешиваем. Поэтому, когда, конечно, сначала открываешь первую страницу, глаза округляются, и мы думаем, что мы с этим не справимся. Но потом, да, главное не паниковать и начать делать с тех моментов, но начать делать с тех, скажем так, пунктов, в которых вы точно уверены. То есть, тем самым вы себе сократите, как бы, не то что сократите, но наоборот, себе увеличите время. Поэтому начинайте с самого простого, быстренько просматривайте, делайте самые простые, потом переходите к transformations, где нужно будет подумать побольше, и к reading. Reading гораздо сложнее, чем use of English. Ну, по крайней мере, я на себе проверила, мне показалось, что reading был гораздо сложнее. Это более затратная по времени, по крайней мере, часть. Если вы начнете с нее, подумайте, что, а, легко, reading, вы ничему не успеете дальше. При подготовке к, вот как раз, к use of English, еще раз всем напоминаю, что лучше всего использовать вот эту серию English vocabulary in use, English collocations in use, English phrasal verbs in use. При подготовке именно к трансформациям, когда нужно будет трансформировать предложение, то есть, дано предложение, там дано слово в скобочках, и нужно будет трансформировать подобное предложение, используя только то слово в скобочках, то есть, вам нужно взять такую книгу, которая называется Advanced Key Transformations. Там, в принципе, в большинстве случаев все эти трансформации прописаны, по крайней мере, вы прорешайте, будьте уже готовы к этому, скажем так, ну, к одной из частей. Второй момент, еще можно взять use of English foreseeing and proficiency, use of English grammar. Там как раз тоже даны специфические такие структуры грамматические, которые могут использоваться в use of English and reading. Задание на словообразование. Здесь, в принципе, если вы действительно не совсем, скажем так, справляетесь со словообразованием, вам нужно просмотреть основные там приставки, суффиксы, которые используются в английском, в любом случае, тоже прорешивать тесты. Вот. И еще есть один момент, там вот в use of English попадается второе, второе задание, там будет у вас текст с пропусками, и там нужно будет ставить что-то по смыслу, но не будут даны варианты ответов. Обычно там всегда даны какие-то артикли или какие-то частички, то есть там вы никогда не найдете никаких глаголов, то есть там что-то должно быть такое очень простое, очень кратенькое. Поэтому не выдумывайте там сложных слов, там будет что-то прям вот on the surface. Вот. И что еще? Сложность первого задания в use of English, там состоит в том, что там дан текст, и даны четыре варианта ответа. Самая сложность в том, что эти четыре варианта ответа зачастую очень синонимичные, и они отличаются только такими маленькими деталями. Поэтому там, скорее всего, могут попадаться разные предлоги, то есть нужно будет выучить прям списки с предлогами, и там очень часто попадаются коллокации с наречиями, то есть наречия с глаголами и так далее. Здесь тоже нужно будет, конечно, потрудиться. Например, strong belief. Что касается reading, мы с вами поговорили, в reading еще я бы вам советовала все-таки научиться разным техникам, таким как skimming and scanning. Если вы не знаете основные техники чтения, вы не сможете сдать экзамен. Я вам серьезно говорю, потому что читать нужно очень быстро и, в принципе, вдумчиво. И что касается speaking, здесь я вам не открою Америку, потому что, в принципе, при выполнении моих самых простейших советов вы поймете, что действительно данная часть она не вызовет затруднений. Кстати, у меня она не вызвала затруднений, хотя я и опасалась speaking, но listening вызвала самые большие трудности. Что касается speaking, здесь можно, в принципе, найти starry body. Если вы находите среди преподавателей, которые сотрудничают со школой SkyEd, я вам опять не открою Америку, можно кликнуть, скажем, кинуть клич в наше комьюнити и найти себе starry body. И просто спокойно готовиться вместе к экзаменам. То есть использовать, опять же, какие-то материалы и вместе сотрудничать. Также есть italki. Скорее всего, вы знаете эту платформу, и огромное количество людей ищут себе именно starry body через нее. Вот как раз эта платформа действительно потрясающая, потому что она, ну, как бы вам не нужно будет платить, и вы найдете просто себе там starry body, грубо говоря. Вот. Что касается speaking, еще можно. Когда speaking, там, в первой части будут какие-то основные вопросы про себя. Здесь, конечно, не ограничьтесь фразами my name is и так далее. Здесь нужно будет что-то такое заковыристое, скажем так, вставлять, но и не переусердствуйте, потому что, говорят, если вы вставляете через каждое слово какие-то фразовые глаголы, то это будет too much, это не звучит как native. Второй момент, когда вы будете описывать картинки. Дома тренируйтесь, скачайте себе картинки, любые картинки, три, так, скажем так, по три картинки, и старайтесь прям сначала без таймера стараться описывать две картинки. Но не описывайте их, опять же, простым языком, я вот тут вижу девушку и так далее, я вот тут вижу парня. Нет, там нужно использовать именно модальные modal verbs of deduction, speculation, right, she must be doing, she might be doing, вот такое все, чтобы это звучало более, скажем так, distant, а не просто описывайте, как она выглядит и так далее. Это никого не интересует. Обязательно отвечайте на те вопросы, которые поставлены четко. Вот, и после, когда вы уже натренируетесь, вы можете опять же ставить себе таймер, засекать одну минуту и начинать говорить, то есть описывать картинки, и старайтесь себя записывать. Потом вы послушайте, я понимаю, я пугалась первое, сначала пугалась, что я говорила, но в любом случае, когда вы прослушаете, вы понимаете, какие ошибки вы можете делать, да, в речи. В любом случае, вы потом можете что-то себе скорректировать и повторно попробовать записать себя. То есть это, по крайней мере, самое простое, что может быть. И еще момент, в любом случае вас будут делить на двойки, на тройки, когда вы будете уже со своим, скажем так, со товарищем отвечать на вопросы, старайтесь познакомиться, по крайней мере, со своим старой баре уже на экзамене до начала. Мне попалась девушка очень молчаливая, и главное тут, конечно, не доминировать, но и в то же время, чтобы совсем не было вот этих awkward pauses очень длинных. Поэтому я старалась оставлять вот эти слова-филеры, когда вот эти были непонятные паузы, и девушка молчала, но в любом случае доминировать нельзя, потому что здесь должна быть как бы такая двойная работа. И что касается еще дополнительных материалов, которые я могу посоветовать, в рамках нашей школы вышел недавно курс, который называется «How to teach IELTS» и «Как готовиться еще к IELTS». Вот, кстати, очень потрясающий курс, некоторые моменты из него, особенно в части текстов, вы можете текст оттуда, например, брать, но это вот для преподавателей с КАЭН. Если же преподаватели тоже, которые сотрудничают со школой, вы можете, еще раз говорю, найти себе старый баре и практиковаться с ними. Если же здесь находятся люди, которые далеки, скажем, от нашей, ну как бы, вы состоите в комьюнити, но вы не сотрудничаете со школой, можете спокойно идти на ITOKI, и вы можете спокойно, опять же, попробовать еще поискать какие-либо сайты, на которых можно найти просто вот, скажем так, напарников. Хотела сказать сакамерников, но не сакамерников, напарников. Вот, и с ними тогда уже тренироваться. И еще, если вы являетесь преподавателем, который сотрудничает с нашей школой, у нас огромное количество разных воршопов, которые посвящены и «How to teach reading», «How to teach listening», ну, это относительно наших учеников. Но в то же время вы можете пройти их сами и посмотреть, как это будет работать на вас. Вот. В любом случае, я кратко рассказала, что могла про экзамен, а, скорее всего, я вам не открыла Америку, но вот эти учебные пособия, которые я вам порекомендовала, действительно, они стоят того. И последний момент, что касается «writing». Когда вы будете переходить к «writing», я забыла упомянуть, вы должны будете скачать книгу, вот эта, которая для учителей, и там проанализированы все-все-все части «writing», и там даны параметры оценивания. То есть, вы ее скачиваете, смотрите параметры оценивания, по которым, ну, скажем так, с которыми будете опять нога в ногу, потом анализируете, там будут данные «review», «proposal». Вы можете проанализировать, опять же, исходя из этих параметров данные работы, написать свою работу и постараться самостоятельно проанализировать ее, исходя из параметров. Очень важно также улучшать навык письма. Если вы собираетесь писать, например, «review» или «proposal», я вам советую действительно писать посты, писать вот эти фидбэк, да, ну, скажем, на сайтах, на различных сайтах, но не ограничивайтесь одним предложением или двумя словами, то есть пишите детальные фидбэки о, допустим, каком-либо ресторане, о каком-либо месте. Это вам поможет улучшить ваш не только словарный запас, но вы будете действительно более, ну, feel more confident, да, когда будете уже писать. В принципе, наверное, все, что я хотела сказать, это сегодня мой дебют. Действительно, очень волновалась, но я надеюсь, что мой материал был в какой-то мере полезен для вас. И действительно, самое главное, это верить в себя и дерзать. Если вы не попробуете, вы всегда будете думать, что, о, у меня что-то не получится, наверное, нет, этот экзамен не для меня. Нет, он как раз для вас. Просто пробуйте, тренируйтесь, и если даже с первой попытки у вас не получится, всегда можно пересдать в любом случае. Поэтому, в любом случае, плохой опыт тоже опыт, но я не думаю, что вы не сдадите. Если вы находитесь в комьюнити нашей школы, я думаю, у вас все получится, и вы справитесь с любым экзаменом, включая СИИ, блестяще. Огромное спасибо за ваши, скажем так, сердца. Спасибо большое, что вы пришли. Ну и до свидания, до встречи. Спасибо.